Добрый день, сегодня продолжаем гнать маты про борца за справедливость Алексея Поднебесного. В прошлый раз все закончилось на том, что у Алексея случился очень болезненный разрыв с очередной женщиной по имени Лера, но об этом далее. Для начала стоит упомянуть о Поднебесном как о миметичном персонаже интернетов. Он довольно известный человек в интернете, так как ходил на различные шоу и передачи, выступал там довольно эмоционально, что многих вергало в шок. Но при этом всем его канал на ютубе не популярен, его ролики почти никто не смотрит. Но вот ролик «Стычка с экофашистами» попал даже на телек, где его комментировали, как некий нижегородский инцел возмущается покосом травы. «Вы сажали эту траву, чтобы ее косить? Вы ее сажали? Вы сажали эту траву? Я с ней живу, я против этого кошения! Кому? Уходите! Я не дам здесь косить! Это вы понимаете, что вы экологию разрушаете! Вы понимаете, что вы разрушаете экологию! Эта трава, она пыль собирает и дает кислород! Вы не понимаете, что вы уничтожаете экологию! Кто вам дал косить право? Косить можно после 15 июня! Есть правило благоустройства города! Вы нарушаете закон! Уходите! Я местный житель, вы на мои налоги это все делаете! Я за это плачу! Я против! Зачем вы косите? Прекратите косить! Прекратите косить! Это экоцит! Это фашизм! Иди в управление и скажи! Я здесь житель, уходите! Я не дам косить! Уложись! Все! Все! Уходите! Уходите! Молодец! Тебе психушку закрыть надо! Это вас надо психушку! Вы уничтожаете природу! Вы не понимаете, что здесь экология! Кто вам дал косить? Вы сажали эту дрову! Уходите или приходите сюда! Нам нужна зеленая трава! Нам не нужны вот эти выцветшие луга! Скошенные! А вы заебали! Кто вас звал? Кто вас звал? Вызывай! Теперь у вас есть новый аргумент, чтобы не дарить цветы на 8 марта или 14 февраля. Говорите, что это экоцит и вы не поддерживаете уничтожение природы. Ну а вот еще один угарный фрагмент с неудавшейся покупкой фотоаппарата. Этот момент очень популярен в среде почитателей вождя. Нытье и разрыв футболки также присутствуют. Я сразу заметил это объявление, как только оно появилось. И сразу же написал, сразу же написал первым. Начал вести переговоры. Но хозяйка, вот тоже это очень примечательно, что женщина, женщина это снова женщина. Это очень важно, кто продает. Она долго не отвечала. То есть вот я 6 февраля ей написал, она не отвечала. Сегодня 12 неделя, она не выходила, видимо, по выходным только. И вот она не отвечает, я ей написал 8. Она сказала, да, давайте за 8. То есть уже победа. Дальше я стал выяснять, что там у него в комплекте, такой пробег. У него есть комплект, есть сумка, батарейка. И вот она мне отвечает. Она на этот момент еще цену не меняла. Он еще стоял 15. А она мне отвечает, сколько у него ресурсов. 21 тысяча. Это, в принципе, много. После 20, считается, уже могут быть сбои. Вот. Поэтому я и пишу, что это много. Вот. Она готова на торг дальше. Я торгуюсь дальше за 7500. Я говорю правду о себе, что он мне нужен. Что он блядь? На 7500. Вот она пишет. На 7500 она согласна. Это счастье жизни просто. Сука, блядь. Я ей пишу, что нужно сделать. Она, видимо, до этого поставила 8. Я не видел, что она поставила 8. Я открываю это объявление. Там уже написано товар за резервью. То есть кто-то, сука, пришел. Просто так открыл совершенно. Вот. Пришел, блядь, фотик за 8. Который стоит 15. Благодаря мне. И он купил это. Он купил. Он отнял. У меня. Он у меня отнял, сука, отнял. У меня отнял. У меня мою душу отнял. У меня 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 отнял Вот они бабы, им главное продать, продать главное. Они душу мою продали, они душу мою продали, мое счастье они продали, мою мечту они продали, суки. Я не знаю, это просто это дно, последнее дно неудач, которые только могут быть, сука, сколько могут другие обогащаться на мне. Получать то, что предназначено Богом было мне. Еще он знаменит в узких кругах, как потребитель нищих продуктов, например, сосисок каждый день, которые делаются непонятно из чего, либо всякие нищие сырки, тушенки и тому подобное. Вот, например, очередное негодование Алексея по поводу того, что в Сбермаркете ему не продали 27 банок горошка по акции. У меня там 35 банков фасоли, мне вот сейчас звонят, говорят, у нас только 13, мы больше никуда не пойдем искать, вот, отменяйте или промокод у вас работать не будет. Я хочу, чтобы у меня работал вот этот промокод, чтобы мне привезли 35 банков фасоли, менять я их ни на что не хочу. Ну вот, я заказал, где закон о защите прав потребителей. У вас на сайте написано, что можно заказать, ограничений по количеству нет. Я заказал, я требую, чтобы мне привезли по промокоду по той цене, которую у меня там есть. А почему там нет на складе? Почему на складе нет этого товара? Что в магазине 13 банков фасоли, это что за магазин? Это сельский туалет, что ли, какой-то? У меня дома стоит больше запаса продуктов, чем в вашем магазине. Ну, то есть, у вас ничего нет, вы достать ничего не можете, заказать у вас ничего нельзя, вы мошенники, вы наебываете людей. Вот и все, чем вы занимаетесь, сидите нахуй, в общем, короче, бляди ебаные. Вот все, что нужно знать об этой доставке. Это наебка, они хотят, чтобы я всякой хуйни накупил по дорогущим ценам. Я нашел фасоль, которая стоит в итоге по 18 рублей получалось. Они мне говорят, у нас такой нет, мы доставить не можем, берите по 100 рублей там другую. То есть, это обман, обман, Сбермаркет, это обман. Там ничего нет, там в магазине 13 банок фасоли. И тогда как минимум, чтобы на ту сумму, которую они требуют купить, нужно 40 банок. Вот я взял 35 и 2 бутылки масла еще. И пакет этих вермишель по 17 рублей. И этого нет, этого нет. То есть, нет возможности. Вот вы говорите, поднебесный, почему ты там не заказываешь это по акциям? Нет никаких акций. Нет ничего. Абсолютно ничего недоступно. Соответственно, снова я лишен абсолютно всего. Я остался голодный. Вчера у тебя ел один раз только макароны, один раз в день. Все. Нет возможности. Никакой. Капиталисты нас лишили. Абсолютно всего. Но, к сожалению, подобные фрагменты не особо форсятся по интернетам. И миметичность поднебесного не добавляет ему почитателей. Все эти видосы знают только люди из нижних интернетов. А если кто-то видит их со стороны, то чаще всего такие люди вкатываются в хейтеры поднебесного. Что довольно странно. С такими видосами он давно должен был быть топом в тиктоках и в шорцах на ютубе. Но вернемся к тому, чем закончили прошлый ролик. А именно с разрыва так называемой пары Алексея и Леры. Для начала стоит продемонстрировать видеофрагмент примерно с февраля месяца 23 года. Ну это примерно за месяц до расставания. Фрагмент немного проливает свет на взаимоотношения внутри ячейки общества Алексея. Стоит сказать, что Алексей живет небогато. Как вы уже могли понять, из того, что он питается дешманскими продуктами и следит за акциями. Также проживает он в обычной коммуналке в своей отдельной комнате с общими туалетом, ванной, кухней и так далее. В общем-то условия жизни довольно стесненные для построения семьи. Ну это так, чисто для введения в курс дела. Теперь слушайте внимательно. Че ты меня отвлекаешь? Нет, не могу я тишек, так говорю. Я так говорю. Иди нахуй вообще, че ты тут лежишь, блядь? А че ты спишь, время 4 часа? Иди спи в квартиру, снимай. Пошла ты пизду вообще. Ты кто у меня вообще? Не женаты мне. Ты паразитка, которая паразитирует на мне ради моей квартиры. Ну и уйёбывай отсюда тогда. А че ты здесь делаешь тогда? Ты мне жизнь только портишь мою. Тем, что мешаешь вот даже элементарно творчеством заниматься. И моей научной деятельностью, и моей общественной деятельностью. Моя квартира, как и говорю, как хочу, так и говорю. Не нравится уйёб, говорит. Продолжаем. Вот я живу год с паразиткой, которая засрала мне всю квартиру. У меня здесь была идеальная чистота до неё. Она разбросала свои носки грязные, трусы грязные. Она всё засрала. Она не моется по три дня. Ходит вонючими ногами. С вонючей пиздой ходит. Это не пиздёж, это правда. Это правда. Она не готовит ничего. Она ни разу мне не сварила ничего. Она картошки не может сварить. Она полный социальный инвалид. Она заказывает себе только готовую еду. Она не может ничего сделать. Она чай не может заварить. Ей даже если не скажешь, где чайник стоит, она не найдёт. Она не могла найти мусорный пакет, в ведро мусорное вставить. И не могла мусор, блядь, выбросить в пакет. В мусорное ведро. Вот насколько современные бабы тупые. Непригодные абсолютно. Ни для чего непригодные. Здесь Алексей ведёт себя как истеричка. И особенно смешно наблюдать за таким его поведением, зная, как он начал страдать после того, как с этой непригодной женщиной он расстался. Я про все эти моменты, разумеется, не знал, так как за Алексеем я не следил. Но тут, как гром среди ясного неба, в середине апреля начинают приходить сообщения о том, что Алексей расстался с Лерой. Ещё и избил её. Нижегородский блогер Инсел Алексей Поднебесный опубликовал в телеграм-канале переписку с женой Валерией, которая обвиняет его в избиении. На фото у девушки видны синяки на руках. Поднебесный в диалоге с супругой не отрицает, что поднял на неё руку. Зато в телеграм-канале обвиняют её в клевете и рассказывают, как Валерия воровала его шоколадки и психологически давила на него своим поведением. Она пишет. Мразь, как ты мог? Вот подумай сначала, ты даже не отдаёшь себе отчёт в том, как гнусно меня унижало и оскорбляло. Урод, мразь, всем расскажу. Ты превратилась в визжашую фемскую бабищу, неуважающую мужчин. Каким тоном ты со мной говорила? Другой мужик за такое бы замочил. Избивать за тон? Чтоб ты сдох, тварь подлая. Я наконец поступил, так как надо было давно. Я не бабараб и имею достоинство. Для фем-фашисток я враг номер один. Ты показала истинное лицо. Я показала, ты меня избил. Заслуженно. Такое отношение, такой тон, насмешки терпеть у меня не было больше сил. Достигнут край глумлениями и унижениями. Но уже через несколько часов небабараб Алексей пишет. Давай мириться, проведем вместе стрим 14 февраля. У меня нервный срыв из-за всех несчастий и фотика мечты. Но про фотик мечты фрагмент я вам показывал, это именно об этом речь. Ты меня избил до синяков, накинулся с кулаками и хотел чайник об голову разбить. Ты меня сколько травила. Последняя капля. Также в телеге Поднебесного был не один пост о жизни с Валерией. Все это время она не прекращала издеваться надо мной. Не прислушивалась к моим постоянным просьбам вести себя нормально. Мы за собой посуду и так далее. Постоянно визжала, чтобы доказать свою правоту. Последней каплей стало ее поведение в конце прошлой недели. И я ей заявил, что не могу больше это терпеть. На стриме с Дягилевым она снова проявила свои отношения. И снова я ей велел съезжать. Тогда-то она стала искать куда съехать, а не из-за несуществующих побоев. Клевету же она распространила из низменной мести мне за выселение из бесплатного жилья. Фактически с ноября прошлого года я не был счастлив с той версией ее, в какую она превратилась. Постоянное ее хамское поведение, демонстративный отказ от любой помощи мне, эмоциональное насилие, отсутствие секса, опять же из-за ее поведения. Также Поднебесный рассказал, что она во время еды испускала газы при нем, чем высказывала свое неуважение. И вообще она поправилась, так как заказывала себе на свою зарплату пиццу и роллы. И перестала следить за собой. Разбрасывала грязную одежду везде и вела себя, короче говоря, отвратительно. Но уже через неделю после того, как Лера съехала на другую хату, которая находится недалеко от места жительства самого Поднебесного, он записал два ролика с призывами Леру вернуться, что ему нужна помощь, иначе его опять закроют в психушку и так далее. И был создан хэштег «Лера вернись», который форсили много где. Но Лера тоже не оставалась в стороне и стала отвечать на посты Поднебесного тем, что провела пару стримов, где произвела мини-срыв покрова в жизни Поднебесного. Если кратко, то Поднебесный действительно ест всю ту еду, которую демонстрируют в роликах. То есть дешевые сосиски с хлебом, консервы, тушенки, все копеечное и по акциям. Это правда. Но почему все так? Разгадка в том, что все свои заработки Поднебесный складывает на банковский счет и оставляет себе около 5000 в месяц, чтобы жить на них. Заработки состоят из донатов подписчиков, а также из того, что у Алексея уже есть в наличии еще одна комната, которую он сдает. О том, что у него есть в наличии еще одна комната, она узнала случайно. Когда его посадили в психушку, ей попал в руки его телефон и все его соцсетки. И на одной из страниц писали съемщики этой комнаты. Также, чтобы попытаться вернуть Леру, Поднебесный завещал все свое имущество Валерии. И, как я понял, даже дал доступ к своим банковским аккаунтам, на одном из которых было около 600 тысяч рублей. Еще Алексей очень любит мониторить авито в поисках техники, например, айфонов. И один айфон год назад Алексею подарил подписчик. Но у Алексея он был не по нраву. И он его продал за 25 тысяч, купив в будущем 11-й айфон чуть подороже. Донатить Алексею смысла нет, так как он все равно ничего на себя не тратит, так как он жаден. И все деньги складывает на счет, чтобы, возможно, купить еще одну комнату и сдавать и ее. А зарплату Валерии Поднебесный хотел тоже присваивать себе и выделять ей ту сумму, которую он посчитает нужной. Из-за этого у них случились скандалы, когда она заказывала суши роллы себе на свои деньги. Или покупала обычную еду, типа сыров нормальных или колбасы. У Алексея горело с этого, потому что она ему не покупает то же самое. На работу Алексей идти не хотел. Говорил, что это дно работы и унижаться он не будет, так как он великий человек. Комната в квартире матери, где он раньше жил, захламлена его вещами. И также Алексей якобы даже таскал какие-то вещи к себе домой с помойки. И вообще, как она заявила, жила она с ним чисто ради бесплатной жилплощади. И вообще у нее были хахали на стороне, кроме него. Также какой-то человек мне написал и сообщил, что он работает вместе с Лерой в одном из пятизвездочных отелей Нижнего Новгорода. И она админ ресепшена с зарплатой 35-40 тысяч. Лера говорит всем, что ушла, но работать продолжает. Скорее всего, боится потерять место. На работе все знают, кто ее муж, включая управляющую. Да и она не стесняется это озвучивать. После ухода от Алексея начальник всячески ее поддерживает. Что интересно, сама она репутационного ущерба не понесла. Ни после заявлений про 14 мужиков, ни после того, как вскрылась, что она жена активиста ШИЗА. На работе только одобрение в ее сторону. Начальник средних лет испытывает к ней интерес. Со стороны она кажется адекватной. Но после истории про пердеж и песен типа жопа пися, ее слитое творчество в виде рисунков на тему расчлененки хуев и пест наводит на определенные мысли. Конец цитаты. Но эти рисунки я показывать не буду, потому что мне ролик забанят просто. Но не важно. До того, как Лера начала выступать в адрес Поднебесного, он ей с целью примирения отправлял 8 тысяч рублей, чтобы она могла оплатить квартиру и съехать к нему обратно. Но обманула. Деньги не вернула и везде заблокировала. На что у Алексея был свой ответ. Он на стриме позвонил в Титьков банк и заявил, что он перевел деньги человеку, но он не выполнил его условия. И он желает эти деньги вернуть. Чувак, который консультант, долго одуплялся и не мог понять, в чем дело. Раз 10 переспрашивал у Алексея про доступ к личному кабинету. И что это мошенники, может быть деньги у вас увели. Или вы сами их перевели. Очень жаль, что запись этого не сохранилась. Все стримы того периода Алексей скрыл. Но в общем заявку приняли. Далее Алексей написал заяву в ментовку. По этому же поводу. Что он перевел деньги, а теперь ему их не желают возвращать. После этих событий Алексей заболел. Ему было плохо. Он лежал несколько дней, просил людей ему принести поесть. И ему таки принесли поесть какой-то суп. Также он записал очередное обращение к Лере. Лежу дома, болею. Снова Лера чем-то недовольна. Лера, если тебе будет легче, я признаю, что я первый напал на тебя. Признаю, я всегда в этом раскаивался. Считаю это абсолютно недопустимым. Любое насилие, кроме самообороны. Именно этим я и имел в виду. Жаль, что ты не хочешь сама признать свое поведение, которое спровоцировало все это систематическое поведение. Хотя, это меня не оправдывает. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, ты будешь довольна. И прекратишь этот кошмар, эту войну. И мы расстанемся, как люди, как люди. Не уничтожая друг друга. Задумайся об этом, что ненависть никогда не приводила ни к чему хорошему. У меня нет абсолютно к тебе никакой ненависти. Всегда буду любить тебя. Желать тебе счастья с другими твоими партнерами. Давай прекратим этот ад. По поводу того, почему он так желал возвращения Леры. Он говорил, что она единственная, кто ему может помочь в случае, если его опять закроют в психушку или тюрьму. Больше ему помочь некому. А она, как жена, давала обещание ему помогать. Собственно, и брак заключался ради того, чтобы она могла быть его законным представителем в случае чего. Также он говорил, что сейчас она пытается наоборот его подвести под уголовку, чтобы сломать ему жизнь окончательно. Видимо, речь идет о том, что она рассказывала о случае, когда Алексей ее слегка поколотил и оставил синяки. И он, видимо, опасался, что карательная психиатрия может использовать это как повод опять его забрать в психушку. В итоге Титьков Банк отказал ему в возврате денег, потому что он сам эту операцию производил в личном кабинете. Но это его ничему не научило. И он опять, пообщавшись с Лерой, получив очередные обещания, закинул ей еще 10 тысяч рублей. И опять это закончилось ничем. Но несмотря ни на что, посты про Леру продолжали выходить, потому что опять-таки трафик в ТГ-канал шел. На стримах стабильно сидело 100, 120, 130 человек. У Поднебесного не бывает почти никогда такого онлайна. Обычно у него человек 30-40 сидит. Так что шоу продолжалось. Вот, например, пост. Она все прекрасно знает, но целенаправленно делает так, чтобы уничтожить мою жизнь. Еще раз поясняю. Это не о ее возвращении. Она выбрала путь измены и предательства. Я не в силах больше ее вернуть на путь истинный. Развод лишь формальность. Я месяц звал ее назад каждый день. Все мои стримы в течение месяца после ее ухода были воззванием к ней, чтобы она вернулась ради любви. Она отказалась. Теперь я говорю не об этом. О том гигантском вреде, который она мне причинила из низменной мести. Она, как жена, имела много других обязательств. Моя жизнь была в ее руках. На ней была ответственность за мою жизнь, учитывая, кто я. А именно, как меня преследует за то, кем я был. Все это она использовала против меня для моего уничтожения. Относительно помощи Леры и относительно ее страдания, о которых она рассказывает. Но не приводит к конкретике. Она помогала мне, когда я был незаконно брошен в психушку. Приехала из Краснодара. Стояла в пикетах, организовала всех вокруг для помощи мне. Это была огромная помощь. Я преклоняюсь перед ней, никогда этого не забуду. Я благодарен ей за это. Так можно было сделать только ради любви. Ради любви мы и поженились в декабре 21 года. Я всегда буду любить ее. Но затем ее помощь сошла на нет. У нас был раздельный бюджет, раздельное питание. Она не вносила вклад в оплату квартиры. С трудом согласилась сдавать деньги на мыло, стиральный порошок и прочие расходники, которыми пользовались. Она не пылесосила, не мыла полы. С трудом после трехдневных уговоров и отчасти скандалов мыла за собой посуду на общей кухне. Ни разу не застелила постель. Ее вещи и белье всегда были разбросаны, где попало. Относительно ее страданий я не снимаю с себя ответственность, но нужно понимать, о чем идет речь и каковы обстоятельства. Контекст. Одно дело, когда пьяный муж приходит домой и колотит жену просто так. Другое дело, когда жена неделями оскорбляет мужа, язвительными комментариями унижает и не выдержав очередной порции унижений, с целью ее просто заткнуть от словесного поноса, он дает ей тумака. Когда говоришь человеку замолчи, а он еще больше распаляется и поносит совершенно незаслуженно оскорблениями. Так и было в том случае, который она мне приводит вину. Это не снимает с меня ответственности и я, сожалею, это было неправильно с моей стороны, но это было обоюдно. Да, она пострадала и виноват, но до этого весь вечер меня оскорбляла и утром, проснувшись в 6 часов, снова завела свое оскорбление, пока я еще лежал. Я просил ее остановиться, заткнуться, она еще больше с презрением что-то говорила, как она обычно любит. Ненавижу, мудак и так далее. Я сожалею о том, что я стукнул ее тогда, но тогда она слишком накалила обстановку своими злыми словами. Конец цитаты. Но тут какие-то злодеи стали писать ему, что хотят с ним увидеться и чтобы он их сориентировал к своему месту жительства. Он сразу написал, что это видимо нанятые ищут, чтобы его избить, но оказалось, что это обычно мимо кроки с ним сфоткаться хотели. Также какие-то подосланные девки стали ему писать провокационное сообщение и делали все, чтобы скомпрометировать вождя. Сам Поднебесный об этой ситуации пишет. Информация к размышлению относительно психопата, именующего себя Борисом, который развел Леру на поистине нечеловеческую ненависть в отношении меня. Мне написала некая Мари с предложениями Саити. Сомнения у меня появились сразу. Видео, которое она прислала, было с английской аудиодорожкой. Наушники были явно нетипичны для России, о чем я и сказал. Затем она прислала свою фотку и снова мебель, планировка явно нетипична для России, что я ей тоже сказал. В те времена у него было очень сильное психологическое напряжение. Видимо от этого он разоткровенничался перед подписчиками. Из следующего поста станет понятно, что у главного инцела СНГ общения с девками больше, чем у обычных нормисов. Когда мы еще только поженились, мне писали различные подписчицы и предлагали знакомство с явным сексуальным подтекстом. Лера имела доступ ко всем моим аккаунтам, ко всем перепискам. Я не имел доступа ни к чему у нее. Она от меня скрывала все свои переписки. И нескольких девушек, которые мне писали, она жестко отшила с моего же аккаунта. Однажды ко мне в гости приехала подписчица, когда Леры не было. Она была на работке, а с подписчицей мы попили чаю и погуляли по городу. Лера устроила по этому поводу сцену ревности. Она рвала, метала, орала, заставила меня позвонить подписчице и гневно сама стала ее спрашивать, что мы тут без нее делали. Выглядело это все очень позорно и унизительно для меня и для той девушки. Однажды ко мне приехала девушка, которая хотела снять про меня видео для творческого проекта. Мы ходили по городу, проводили съемки. Лера ходила вместе с нами и темнее тучи всячески извила этой девушки, демонстрируя свое пренебрежение и презрение. Как будто это проститутка или бомжиха какая-то ко мне приехала. Девушка была этим очень расстроена, ролик она в итоге так и не выпустила. Она была страшно ревнива. Она ревновала меня ко всем, к Сильване, Левичевой, Трелковской, к любым моим подписчицам и вообще к неведомым мне девушкам. Некие связи, которых со мной Лера воображала. Но я с ее точки зрения не мог ее ревновать никому. Хотя она ездила в отпуска без меня и постила фотки с парнями. Но мне никакой информации о них не давало. Были и другие случаи, когда Лера заявляла или показывала, что полиаморию, сексуальную свободу в браке она признает только для себя, а не для мужа. Конец цитаты. Вначале потрахаемся, а потом заведем стрим. Будем донаты с карликов собирать. И тут, в середине мая, случилось то, чего так боялся Алексей все эти месяцы. Ранним утром случился звонок из МВД. Цитата. Мне звонят из Нижегородского МВД. Пропустил звонок. Увидел позже. Очевидно, донос жены. И даже я уже было поверил, что его хотят посадить в психушку. Но нет. Это был звонок насчет его заявления в полицию на Леру по поводу денег. 19 мая Поднебесная решает написать завещание на Леру. Я решил, что оставлю завещание на все, что у меня есть и останется Лере. Это будет оценка ее роли в моей жизни. Сколько она мне дала. Все счастье, что у меня было, было благодаря ей. Это немного. Но это все, что есть у меня. Я знаю, что это не остановит ее от развода. Она говорила, что ты еще долго проживешь и можешь изменить завещание в любой момент. Поэтому она не поверит мне. Но я не буду его менять, Лера. Ты можешь знать, что в Нижнем Новгороде у тебя всегда будет где жить. Ну и напиться немного. Да, она совершает сейчас огромную ошибку. Разрушает меня и мою жизнь. Это неправильно. Но я прощаю ее. И всегда буду помнить только хорошее и благодарить. Ты всегда можешь вернуться в любой момент. Всегда буду любить тебя. Твой муж. Так, давай начнем все сначала. Я заплачу за тебя в Бургер Кинге, окей. Остальные посты были подобного содержания. Что Лера не с той компанией водится. Что она стала сатанисткой. Что она на стороне зла. Что она его бросила на произвол судьбы. Что она зла и должна вернуться к мужу. Потому что браки заключаются на небесах. Было время пару недель, когда он про нее не писал. И не упоминал. Это было после вот этого ролика с прощанием с Лерой. Лера, я увидел тебя с такой стороны, с которой я действительно тебя не знал. Теперь я вижу, что мы действительно два совершенно несовместимых человека. Для меня такая бездна, злоба, ненависть и мести, которую демонстрируешь ты, для меня это просто немыслимо. Но мне сложно поверить даже не в размер вот тех лишений, которые меня ждут из-за тебя. А то, что человек способен на такую бездну злобы и мести, на которую способна ты. Я не собираюсь больше тебя возвращать, как бы это ни называлось. Если тебе от этого будет легче. Да, я признаю, что те синячки, которые ты сфоткала, причинил тебе я. Жаль, что ты не рассказываешь о своем поведении, которое предшествовало всему этому. Готов признать, что меня это не оправдывает. Осуждаю. Любое насилие. Никогда в жизни не применял никакого насилия, кроме самообороны. Отчасти то, что ты рассказываешь, это и было самообороной. Хотя еще раз могу сказать, что да, это меня не оправдывает. Я извинялся перед тобой и еще раз извиняюсь, хотя вряд ли это тебе нужно. И всегда сожалел об этом. Так что если тебе станет от этого легче, да, я это признаю. Совершенно больше не собираюсь даже мечтать о какой-то совместной жизни с тобой. Занимайся чем хочешь. Прошу лишь оставить меня в покое, прекратить травлю распространения, которой ты занимаешься. На этом все. Но сейчас посты про Леру продолжаются. О том, как она неправильно поступила, бросила его, растоптала его жизнь и так далее. Я со стороны могу сказать, что они оба не в себе. Зря вообще Алексей стал выносить эту ситуацию на обозрение, потому что посты в ТГ с найтием о плохой Лере были с ноября месяца и вплоть до конца их отношений. Он первым стал это все выносить на показ, позже он объяснял это тем, что он так пытался ее пристыдить, чтобы она выводы сделала и стала себя вести нормально. Но это не сработало и она в ответку тоже стала сливать жареные факты про главного страдальца Нижнего Новгорода. Я думаю, что оба участника этого конфликта психологически не выросли. Ну Лере это понятно, ей сейчас года 24 где-то, а Поднебесному уже 45 и ведет он себя так же. Но это был действительно неплохой контент. Целый месяц за этим было интересно наблюдать. Но уже в начале июня, в середине июня все зашло на нет. И все продолжается в виде велотекущего конфликта с периодическими постами Поднебесного о Лере. А сама героиня на это уже никак не реагирует. Суки, все, больше я вам ничего не скажу. Я хочу, чтобы вы знали вот, блять, какие есть мрази на земле. Сейчас же он довольно часто ходит в лес, там делает стримы у костра. И снимает там же обзоры на дешманскую еду типа тушенок. Еще недавно вертасексуал снял ролик про Поднебесного, чего у Поднебесного очень горело. Вертолет, блять, ебаный. Ты мне половину донатов шли, сука. Ты на мне пиаришься, хайпишься, донаты собираешь, сука. А твою жену, я про нее расскажу в следующий раз. И я про нее уже рассказывал, как она обосралась в Нижнем Новгороде два года назад. Когда ее бесплатно вписали там в хату, она устроила там истерику, вообще закатила, что ей полотенца не положили в ванной мыться. Ей не нравилось то, что там еще по квартире хозяева ходят. Ее королеву такую, приехавшую на коммунистические вообще-то сейшены, ее поселили, блять, не в пятизвездочном отеле, а в обычную хату вписали. Позорницу, блять. Я накидаю на канал копирайт страйков за то, что ты мою морду там показываешь. У тебя забанят и видео, весь канал твой, если донат не будешь. И также какой-то фейк писал, что за 20 тысяч снял этот ролик про него. Видимо, Поднебесная не знает, что оригинальный аккаунт человека на Ютубе, у которого 100 тысяч подписчиков, обязательно будет с галочкой. И написал пост в телеграмме. Жена, тебе сколько заплатили за тгавлю последнего революционера? Единственное твое достижение в жизни была женой Поднебесного, лучшего активиста. Конец цитаты. Ну и из последнего, вот еще один ролик с обращением к Альфа-банку. Я требую ответа от Альфа-банка, до которого невозможно дозвониться в поддержку. Там робот только отвечает. До которого невозможно дописаться в поддержку. Там робот только отвечает. Я взял у вас кредитку, которую я взял исключительно, потому что хотел получить кэшбэк, который у вас прорекламирован. Я выполнил все условия. Я купил в пятерочке на две тысячи. Мне положен кэшбэк. Тысяча рублей. Где он? Прошло восемь дней. Мне отвечали, что в течение максимум семи дней должен быть кэшбэк. Тысяча рублей. Где? Вы воры. Вы мошенники. Вы мошенники. Я призываю всех людей не брать эти кредитки. Это обман. Я выполнил все условия. Где мой кэшбэк, твари? Ответьте. Я требую ответа от Альфа-банка. Все это обязательно нужно распространить по диктокам и шорсам. Сам Поднебесный, видимо, не знает, как нужно развивать свои соцсети. Хотя утверждает, что он мог бы быть как Варламов, если бы не ушла жена. Ну а напоследок, я думаю, стоит зачитать характеристику Поднебесного на самого себя. Как интересно, как делать неудачные скриншоты и стримов в разрешении 144p и писать, что я урод, они гораздо, а когда их припирают к стенке фактом, что я божественно красив, они тут же сливаются и пишут, что бабы дают не за красоту. Ну да, я совершенно согласен без сарказма, бабы не выносят, если рядом с ними абсолютно идеальный, превосходящий их во всем, практически святой человек ангельской красоты, высочайшей нравственности и духовности. Добрый, чистый, светлый. Из них тут же лезет все говно, и они и зайдутся на говно, лишь бы объяснить себе другим, почему они ненавидят лучшего человека, перед которым им на коленях надо стоять. Конец цитаты. Собственно говоря, вот такой вот конец истории. А на этом все. Пишите письма. Всего вам доброго. Сейчас кончил гонять косильщиков из-под окон. Шел в пятерочку, снимал домик для нового. Видоса. Подходит ко мне мужик и рассказывает, что он изобрел метод левитации. Короче, он когда весил 70 килограмм, он с помощью специальной методики научил свое тело левитировать на 35 килограмм. Он вставал на весы, и с 70 килограмм он начинал весить 35. Ну так, а вы говорите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok